Я нахожусь в Душанбе, в Таджикистане. За мной самая большая мечеть Центральной Азии. В ней, просто на секундочку, представьте, может разместиться одновременно 120 тысяч человек. Мечеть построена в 2019 году. Насколько мне известно, церемония открытия будет 12 марта 2021 года. Стоимость строительства примерно 100 миллионов долларов. Общая площадь мечети 12 гектаров. В ней также есть стоянка на 4000 автомобильных мест. Вот эти 4 минорета, которые вы видите, куполы большие, высотой 75 метров. Основной купол высотой 47 метров, центральной, и 20 куполов маленьких. И, кстати, напольное покрытие было привезено из Греции. Ребята, приезжайте в Душанбе, приезжайте в Таджикистан. Это самое красивое место, которое я видел своими глазами. Меня зовут Медведев Роман, я приехал из Москвы в Таджикистан. Здесь я нахожусь уже 8 месяцев. И у меня за это время появилась мечта сделать совместную фотографию с президентом Республики Таджикистан, Эмамали Шариповичем Рахмоном. Как вы думаете, получится ли у меня это сделать? Поддержите меня в комментариях, друзья. Мы находимся в центре Таджикистана, в город Душанбе. Это памятник Исмаилу Самани. Высота скульптуры составляет 11,5 метров. Высота арки, которую вы видите, 40 метров. Вы можете себе представить, это 20 этажей. Корона, которая находится на арке, диаметр 4,5 метра, создана из стали и сусального золота. Скипетр, который находится в руках у Исмаилу Самани, это символ единства нации и государства. Солнечный диск, который находится на скипетре, обозначает добро, жизненные силы, мир и свет. Львы, которые вы видите, вот здесь сидят 2-2 штуки. Это символ стабильности государства, друзья. Приезжайте в Таджикистан, в Душанбе, делайте селфи. Это очень красивое место. Продолжи песню. Нас никогда никто не сломает. Мы таджики, мы носители корон. Красавчик, дай Петюню. Нас никто никогда... Не разлучит. Не сломает. Мы таджики, мы носители корон. Ты ее не знаешь? Ладно, ну давай петюню. Нас никогда никто... Не догонит. Не сломает. Мы таджики. Я эту песню не знаю. Не знаю? Это очень популярная песня, но никто не знает, кто ее исполняет. Достояние, что таджики будет. Нас никогда никто... Не достанет. Не сломает. А дальше знаешь? Да, мы таджики, мы носители корон. Таджикистан, Бапеш. Все, к Петюню. Анти-коронавирус. Продолжи песню. Ок. Готово? Да. Ты песню знаешь? Все нормально? Смотри. Дюриарч. Манди-мо. Бабах-тимо-май. Не так? Нет. А как? Давай. Нет. Дюриарч. Я наизис не знаю. Манди-мо. Бабах-тимо-сари. Ази-дюбан, вот. Все, молодец, супер. Дай Петюню вот такую нормальную. Денег, нет, денег не дам, извините. Я не популярный блогер. Друзья, добрый вечер. Мне пришло вчера огромное количество сообщений о том, чтобы я прокомментировал ситуацию с президентом Франции, Эммануэлем Макроном, о том, что он поддержал карикатуру из журнала и якобы тем самым выражая свою свободу слова. Лично я очень сильно уважаю ислам, лично я очень сильно уважаю мусульман. Я живу в мусульманской стране, я знаю, как эти люди себя ведут, и я ни разу не встречал какого-то плохого мусульманина. Поэтому то, что сделал и делает Макрон, поддерживает якобы свободу слова, я считаю, что это неправильный поступок, и надеюсь, что он со временем это поймет. Иншаллах, он ответит за свои поступки. Рома, что я могу сказать? До 50 лет без бабок будешь ходить. Бедный. А потом? А потом привыкнешь. Слышь, Ромыч, разори, у тебя есть 500 баксов, твое бывшее нужно 200 баксов, твое нынешнее 300 баксов, сколько у тебя бабок останется? Братан, мне останется 500 баксов и два пропущенных вызова. Какой есть женский секрет, о котором не знают мужчины? Если мы скажем, это уже не будет секретом. Ну пожалуйста, поделись мы все, вот поэтому и все спрашивают. Вот это секрет. Не скажешь? Ну хоть чуть-чуть, вот намекни. Это секрет, женские секреты никому не выдаются. Я уже 10 человек задал этот вопрос, никто не хочет разгадывать. Вы просто нет никаких секретов. Вы просто не знаете. Они женские, поэтому вы не знаете. И как быть? А вот никак. Самим угадывать. А уже все, а надо было раньше. Ой, да это нормально. Молодец, ты в курсе, в курсе. Что изображено на флаге Таджикистана? Изображено? А, там. Красный свет, белый свет и зеленый свет. И там это. Короче. Наш красный. Герб? Не, не герб. Это означает, что красный, это красный то, что у нас было, потому что у нас была война раньше, а сейчас это красный знак того, что сейчас у нас есть, как говорит, Конституция, у нас есть этот, как говорят, цифровляк. А белый свет, это означает молодой? А зеленый то, что у нас зеленость, и у нас все освещено. Хорошо. Герб, корона, звезды. А сколько звезд? Я в душе не буду. Сколько это? Окей, семь. Допустим, я не знаю. Все, все правильно. Что еще? Какие цвета? Красный, белый, зеленый. Супер, русский знает, молодец. На флаге Татакистана изображено три цвета. Красный, белый, зеленый. Не буду говорить, что они символизируют. Ты не знаешь или знаешь? Я знаю, конечно. А ты не скажи. У нас эфирное время очень короткое. Короткое. Но я ускорю. Да, да. Семь звезд и корона. Корона. Совершенно. Отлично. Супер. Татан, ты что такой грустный стоишь? А, блин, понимаешь? Месяц назад дал подруге деньги на пластическую операцию. И что? Чел, чел. Найти не могу, блин, месяц уже. Ну, что умеет? Как вчера на свиданку сгонял? Нормально, Ромаш, нормально. Что, сколько потратил? Тебе честно? Пятьсот самонов. Пятьсот самонов? Да, в принципе, нормально так. Понимаешь, громенько так, но у нее больше и не было. Да, Ромыч, нормально сегодня посидели, да, с мужиками? Да, нормально вообще. Давно хотел спросить. Ты бабу свою боишься? Бабу свою боишься, говорит? Да, нет. Че мне ее бояться? Че, я трус, что ли? А ты? Да, я тоже не боюсь. Че мне-то ее бояться? Я вовремя стираю, убираю, готовлю. Пусть он попробует мне что-нибудь сказать, ай, ай, а ты панкер. Мужик, 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 мужик. Так. У какого верблюда три горба? А это ответ нужно говорить у беременного. Блин, вы же откуда все знаете? Ром, ты обещал сходить в ресторан? Рома обещал, Рома сходил. Как выглядит герб Таджикистана? Обычно там. У нас там... Круглый? Не, не круглый, там... У него там семь звезд, там... И самое важное, что? Там у него... Гандум как называется это? Нас никогда никто не сломает. Мы таджики, мы насыщили корону. Значит, корона, правильно? Корона и синдзиус, все правильно. Герб Таджикистана выглядит очень красиво. Прям вот дизайн супер. С одной стороны пшеница, с другой стороны хлопок. То, что чем мы богаты, тем мы рады. Я не буду сейчас описывать. Ну, что это такое вообще герб? Герб это символ с нашей страны. Я понял, но как он выглядит? Что это? Тебе показать? Нас никогда никто не сломает. Мы носители чего? Мы носители коров. Так я уже ответила. Нет, я ответила на флаги Таджикистана. Ну, я сказала, что на флаге герб, а герб это корона, семь звезд. Вот, все, отлично, молодец. Означает выражение, результат налицо. Если у тебя есть определенная цель, что ты к нему движешься, выкладываешься на все сто процентов, и я думаю, что у любого человека получится сделать то, чего он хочет, если он будет усердно этим заниматься. И в конечном итоге, допустим, он захотел купить себе пальто, он заработал, купил себе пальто. Это результат налицо. Ты сам себе заработал на пальто? Сам себе заработал. Красавчик. А тебе сколько лет? 22. 22. Вот, нам не тоже надо научиться зарабатывать себе на пальто. Зарабатывайте, ребята. Это когда ты что-то очень долго и упорно делаешь, и как бы получаешь результат, и ты видишь это, ты ощущаешь это, Выше колена, ниже пупка, дырка такая, что влезет рука. Это просто карман, брата. Это просто карман. Блин, прикинь, сколько всего попробовал, до сих пор курить не могу бросить. А ты конфеты попробуй? Пробовал? Не горит. Так, дайте пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Ром, смотри, новый айфон купил. Ой, поздравляю, красавчик. Блядь, хоть бы позвоночник. Ой, ты моя родненькая, как я тебя люблю. А что случилось, Ром? Да вот, с машины прощаюсь. Продаешь, что ли? Да нет, девушка права получила. Чё, потерял кто-то? Видео. Ответить? Да, да, отвечаю, конечно. На громкую сторону. Алло. Здравствуйте. Да, мы нашли ваш телефон, можете приходить забрать Да, да, это вы пацаны, которые только что с беседки уходили Да, приходите, забирайте, мы тут сидим Да, давайте Что, бабки попросим? Сколько попросим? Попросим, это просто так Просто так дадим Фига ты, добрая душа Тоже Большое спасибо за вас Пожалуйста, брат Не теряйте так больше телефона, а то Хорошо, хорошо, спасибо Добрых людей немного дайте Красавчик, дайте руку поднять Респект Хочешь нос закурить, братан? Давай попробуй, я никогда не пробовал Короче, надо вот так сделать, вот так И закурить, братан И закидывать, да? Вот я в кучку собрал Да И что, вот так вот, да? Да Вот так вот Слышь, Ромач Знаешь, чем твоя бывшая отличается от самолета? Ну и чем же интересно? А тем, что в самолет входят по одному Так может мне общественный транспорт нравится? Ну что, Джаха, женился на своей Настюшке? Да нет, брат, она сказала, что я типа бедный Как бедный? У тебя же дядька богатый, что не сказал? Я сказал ей, брат И что? Ничего, она теперь моя тетя Алло, здравствуйте, а повторите, пожалуйста, просто связь плохая Здравствуйте, вас беспокоит в отделении Сбербанка Хотел бы задать пару вопросов, если вы не против Да, конечно, задавайте С вашей карты сегодня снимали 4 тысячи рублей? Да, снимали, а подскажите, пожалуйста, как вас зовут фамилия и имя отчества? Иванова Татьяна Васильевна Татьяна Васильевна, а скажите, пожалуйста, какую ходку гоните и по какой статье сидите? Что? Откуда вы узнали? Она сбросила, и прикинь, вот так звонят со Сбербанка и разводят людей Представляете, с зоны звонят Так, надо короче взять 6 роз Раз, два, три, четыре, пять, шесть Ром, чудное количество цветов, это для пахарунзы Да, раздраться, я всегда шесть беру На меня продавец смотрит и сочувствует, делает большую скидку А я знаешь потом, что делаю? Я беру три, дарю девушке и три маме Жак, хочешь, я тебя тайно открою? Ты тормоз? Пакую Что, тоже мороженое хочешь? Угу У тебя есть чем меня напугать? Угу 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 Угу